18 октября в управляющей компании проходил день открытых дверей. Начисление платежей, плановый ремонт жилого фонда, благоустройство придомовых территорий. Специалисты помогли каждому пришедшему решить его вопрос. Рассказывает Екатерина Чернышева. Проходите, пожалуйста. Проходите. С 9 утра в здании управляющей компании шла активная работа по приему населения. В этот день без предварительной записи и длинных очередей любой пришедший мог попасть к необходимому специалисту, найти ответы на интересующие вопросы. Главное преимущество таких встреч – свободный доступ к сотрудникам из всех подразделений управляющей компанией в один день и в одном месте. Сновится, можно сказать, это мероприятие традицией. Видите, в нем обязательно принимают участие. Инициатором этого мероприятия является Московская областная жилищная инспекция. Проведение встреч в выходные дни дает возможность принять большее количество человек, так как в дни приема не все имеют возможность попасть к специалистам. На мой взгляд, это нужно не просто делать раз в полгода, а возможно раз в месяц. Тогда жители и вот так называемая открытая власть, о которой сегодня все говорят, я считаю, что это будет реализацией хорошей программы нашей Подмосковья. Тем более, что губернатор Подмосковья говорит сегодня лозунг, что житель всегда прав. И мы перестраиваем и работу администрации, и управляющих компаний именно под этим девизом. Основные вопросы на встрече были связаны с благоустройством придомовых территорий. Жители видят активную работу, проводимую в городе Видное, по приведению в должное состояние дворов, расширению парковочных зон, ремонту асфальтового покрытия. Многие интересуются, когда в их дворах начнется ремонт. Так, проведение планового благоустройства двора на проспекте Ленинского комсомола около дома 12 заставило жителей близлежащих домов начать активную работу по выяснению вопроса о благоустройстве их жилых зон. Наши дома 6, 8, 10 ППЛК расположены в одном микрорайоне, образуют одну архитектуру, так сказать. Это пятиэтажные дома, которым по 45 лет уже. И нет благоустройства. Машин сейчас полны дворы, заполнены. Зелёная зона, липы были у нас между домами. Теперь там машины. Геннадий Яковлевич провёл большую самостоятельную работу по планированию территории домов. Участвовал в встречах с депутатами Ленинского района, писал письма в Московскую областную думу. Основными вопросами для инициативной группы от жителей этих домов стал вопрос освещения, парковки и расширения тротуаров, а также прекращения работы по установке столбиков на пешеходной зоне, так как места там, по мнению местных жителей, и так мало. Все эти пожелания были озвучены на встрече с управляющей компанией. Да, они знают, что мы прекратили работу, запретили эти столбики ставить дальше, потому что это неправильно. Надо расширить тротуар, потом ставьте столбики. Ну, сейчас договорились, будет сделано расширение тротуара на 30 сантиметров, то есть выкопано траншея, запесковано, защебнено, после, значит, всё будет укатано, понимаете, и будет тротуар единый. Специалисты отмечают важность проведения таких встреч для понимания ситуации в городе и контроля своей работы. Можно самоуспокаиваться, говорить, что мы работаем сегодня хорошо, живой диалог с гражданами выявляет те недочёты, те недостатки, которые имеются у нас в работе. Это нормально, диалог с жителями должен быть. В среднем на таких встречах специалисты принимают до 30 как коллективных, так и личных обращений граждан. Екатерина Чернышова, Ия Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.